Всем ребят привет! С вами Седой Копатель и мы отправляемся в новую экспедицию. Перспективы нас не радуют, но на деле получилось шикарно. Давайте я коротко вас ознакомлю, что вас ждет в этом увлекательном путешествии. Начну сразу, монет много и чтобы не толпиться на одном шурфе, мы разбились на несколько команд. И разбежались каждый на свой фундамент. Ребята, мы идем на шурф к Веселому. Смотрите, сзади идет там делегация целая. Я даже чистить боюсь. И мы идем. Да вознесет вас Господь всех в свое время. Ребята, вот так. Ушко отломано, медаль. Медалька? Да. Ой-ой-ой, это же сведящее око, Сереж. Надпись интересная. Смотрите, какая. Мы сначала подумали, братья на одну бутылку. Прочитали, знаете, так вот получается. Погнали, погнали, погнали. Да ну на. Здесь же советы. Реально, катим пятак, ребята. Ребята, это монета, серебро, третий рейх. Опять, наверное, каких-то фенингов или что-то в этом роде. В шоколаде остались все. Но местным пацанам повезло куда больше. Итак, ребята, бригада номер один местных. Что-то интересное. Виск, восторг был, я не знаю, сногсшибательный. Ну как подняли, не поднимали. Не знаю, в бумажке была. В бумажке? Ну вот, видишь, бумажка сверху. Да ладно, значит, еще там должно быть. Вот здесь я ее нажал. Ух ты, ребята. Медалька. Вот такую вот. Следом. Медаль, ребята. А медаль очень приятная. Очень приятная. Тем, что она нечастая. Ну а наши экспедиции без вкусного застолья не обходятся. Спасибо нашим друзьям. Сергиевску огромный привет. Обжариваешь мясо. Лучок, морковку. Добавляешь розниковой воды. Потом туда картошечки и специи. Ну это, ребята, куда лучше, чем дешевек, да? Домой отправились довольные. С полными набитыми карманами денег. Но мне все же повезло больше. А почему, спросите вы. А вот почему. А вот, ребята, и рыбаки едут. Жена, смотри, какая рыба. Ты видала такую? Золотистый карп отправился в Самару. Макс, Дэн, от моей жены вам огромное спасибо. Спасибо большое, мальчишки. Я очень люблю рыбу. Они знают. Я люблю ее всякую. Они и поехали рыбачить. Вот ради, как говорится, жены блогера. Ну вообще. Я ее сейчас сфоткаю и скину девочкам. Девочки вообще обалдеют. Нет. Ну а вкратце, как-то так. Приятного вам просмотра. Погода мерзопакостная. Впереди едет у нас веселый. И позади у нас едет целый караван. Думаю, дорога нас не подведет. И мы доедем все благополучно. Затерки решили пустить вперед. Дабы не разбить клею. Ну а мы уже следом. Итак, ребята, наконец-то доехали. Наша бригада в полном сборе. Все-таки доехала наш эшелончик. Были небольшие такие, знаете, танцовки. Кое-какие пузатерки танцевали вот так по трассе. В частности, вот этот вот оранжевый. Вот. Женька прям хорошо прошел. Но он шипованный. Нивы вообще проблемы не было. В общем, приехали, ребята. Место, в принципе, нам знакомо. Но мы здесь не копали. Мы копали туда дальше. Там так себе, несколько советов. И вот здесь вот мы сегодня хотим проверить, что получится. Народа полно. Фундики все проверим. Если монеты пойдут, то мы начнем остановимся. Да, Серый? Стан. Стан здесь поставим. У тебя есть план уехать? Ну, в принципе, вариантов-то много. Пацаны говорят, надо планерку забрать сейчас. Не, планерка будет, наверное, ребята, после находок. Хотя бы там парочку советиков поднять. Никаких планерок, вон, Илюха, там. Ладно, ребят, с первой же находкой я обязательно включусь. Без разницы, что там получится. Советик там гнилой или царик. Обязательно включусь с первой же находкой. Ну что, ребят, первый результат. Капок здесь, капок здесь и немножко здесь. Вот, именно на этом фунде надо постараться задержаться. Здесь вот холм, возможно, печь была. Пацаны, там уже прибор зарядили. А у меня уже первая находка. Первая находка это советский пятачок. Пятачок, к сожалению, пока сказать не могу. Ну, наверное, 50-е. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Итак, ребят, Женька, мы поменяли фундамент. Вон там, где костерчик горит, мы там подняли. Жень, сколько поднял? Четыре двушки. Четыре двушки. У меня два пятачка. Я ушел к пацанам, посмотрите, как у них. Там тоже советики. Пришел к Михалычу. У Михалыча тут покучерявей. Тем, что здесь вот на этом вот пятачке он достаточно много монет поднял. Чуть позже покажу. И сейчас у него что-то сигналит. А сигналит какая-то жбонька. Часы. Что это? Часы. А, да, часы. От часов. Я вот начал снимать из-за того, что, блин, прям сердечко ёкнуло, когда я увидел номинал. Номинал одна копейка. Но год, к сожалению, двадцать четвертый. Сохран вообще бодрятский. Вообще хороший. Вот, так что монетки пошли. И единственное мне, что не нравится, ребят, материк здесь прям, я не знаю, может, глубже будет хороший. Вот, но фактом, что хреново пока. Поехали никуда. Итак, ребята, смотрите, что у Михалыча. Снова бомбяга. Ребят, это монета серебро. Вот, третий рейх. Опять, наверное, каких-то пфенингов или что-то в этом роде. С обратной стороны мы пока не видим, что за мужик здесь. Должен быть здесь силуэт мужской. Вот, но это третий рейх. Охренеть. Ёж твоя налево. Обалдеть. Что надо? Итак, ребята, выкопал я только что трешечку до 47-43 год. Блин, бодрый, ребята. Для фундамента бодрый сохранчик. Вот, Михалыч только что, вон, поднял 10 копеек. Вот, и что-то у него там еще Ваня жгудит. Жбонь, да, Михалыч? Монета? Ну ладно, не буду зацикливаться, ребят. Пойдем. Итак, ребята, интересная бутылка. Вроде как уксусная, да? Трехгранная. Но она с надписью. И надпись интересная. Смотрите, какая. Мы сначала подумали, братья на одну бутылку. И прочитали, знаете, так вот получается. Но это что-то... Твердый знак. Ра на одна бутыльку. А, наверное, одну каплю на одну бутылку, блядь, или что? Что-то я не знаю. Что-то интересное фиговина. Ну ладно, советы идут. Ребят, только что общались. Обсуждали, какого года же деревушка. Местные пацаны сказали, что поздние. Мы же развенчали их сомнения, то, что это ранее здесь. Потому что ранее. 24-е пока подняли у меня. И вот сейчас вообще я прям был удивлен, когда выпало это. 1812 год. Представляете, год Наполеона. Ёшкин кот, блин. Двушка Александра. И бодренькая такая, я вам хочу сказать. Вот это номер. Цари здесь тоже есть. Вдохновил я царем всех. Все, все, сейчас попрем. Ребят, рано, рано, блин, закончил радоваться. И вот снова хочу порадоваться вместе с вами. Это серебро. Причем серебро РСФСРовское. 10 копеек. 23-й год. Ну, мне, конечно, до Михалыча еще далеко. Михалыч уже нарубил монет. Серебро у него тоже есть. Так что... А, у него царей нету. А у меня есть. Красота! Красота! Погода! Ребят, вы не слышали, там сейчас визжал человек, а в частности, Илюха. Давайте я вон... Ребят, у меня сигнал выскочил. 20-ка, 33-й год. Щетвячок. Вот. И погнали. Погнали, погнали, погнали! Виск был сильный. Где? Серьезно, что ли? Кто врет, тот такой? Да. Блин, значит, Илюха был прав. Ребят, вон лая, не снимая. Да ну на! Здесь же советы. Реально, Катин пятак, ребята. Закладной. Закладной. А вон там, что вон, такой синенький. На срезе. Ага. Бутылка. Офигеть. О, пятачечек. О, пятачечек. А, вот отполоваться пятачечек. Какой год, Сергей? 49-й. 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 Пойдет. Держи, это твой. А это звезда, это твой, да? Да нет, обычно. Прет, ребята. И колечки тут делал. Прет. Что, Серый, на совещание идем? У меня 20. Наверное, идем, да? И как бы на крючок. Нет, ни одного нет, ни одного. Надо идти копать. А, заветей. Пацаны, там шурфят, пацаны, здесь шурфят. И мы вон там шурфим. Что говоришь? На совещание? На совещание? Запятак надо. Запятак посовещаться? Погнали. Итак, ребята, советы я уже вам банально не показываю. У Женьки там несколько советов. У Михалыча. У меня тоже советы вылетают. Но вот на этой монете я решил вам обострить свое внимание тем, что это очередной немец, ребята. Это немецкие 5, наверное, я не знаю, марок или пфенингов. Ну, марки серебро. Это, наверное, пфенинг какой-нибудь. Вот видно орла. И, по-моему, свастику даже видно. Да. Год сейчас вот вне эфира. Посмотрю. Вот такая зачетная монетка немецкая. Пойдет? Пойдет. Пойдет. Итак, ребята, находка. Вот такой вот прикольный сюжет. Это, ребята, пистолет. Пугач. Такая вот вещица интересная. Прикольно. Прикольно. Были умельцы в свое время. Причем запрессовали. Смотрите, как. В железную запрессовали. Прикольно. Продолжаем. Итак, ребята, бригада номер один местных. Что-то интересное. Виск, восторг был. Я не знаю, сногсшибательный. Ну, как подняли, не поднимали. Не знаю, в бумажке была. А чем бумажка? В бумажке? Да, вот. Ну, вот, видишь, бумажка сверху. Да ладно, значит, еще там должно быть. Не знаю, вот ты ведь видишь. Сань, бумага ведь? Да. Я тоже снимать, наверное, буду. Да, мне кажется, что-то советы. Игровая. Игровая монета. Ребята, видите, запилы. Она слипшаяся. Это значит, для игры они ссоветные. Да, судя по гурту, это советина, два пятака. Два пятака. Залипуха в бумаге, ребята. Возможно, здесь есть продолжение этой залипухи, ребята. Залипуха из бумаг. Пятаки. Один из них игровой. Видно, здесь игроман был. Ну, я сережку присутствовал, даже целый серебряный. А, ну, да. Серебрушка. Серебрушечка, сюда мы еще делаем. Что касается этого фунта? Белочек. О, нормально, что? Нормальный фунт дает. Вот с этого фунта медалька. Все-таки она должна быть снята, наверное. Вот здесь я ее нашел. Ух ты, ребята. Это медалька 1916 года. 17-й. Ну, а я что сказал? 16-й. 16-й. 17-й год, ребята, это за... Да здравствует революция, ребята. Правильно. Один из знаков, ребята. Их множество. А сейчас по нашей традиции я вам расскажу об нашей находке. А в руках у меня патриотический жетон «Свободная Россия. Равенство и братство». 1917 года. В феврале 1917 года в связи с тяжелым экономическим положением России была свергнута монархия и установлена республиканский строй. Создалось двоевластие в лице буржуазного временного правительства, председателем которого являлся Керенский и Совет рабочих и солдатских депутатов. Начало 1917 года характеризуется бурным ростом революционного рабочего движения. За короткий срок правления временного правительства очеканено большое количество различных жетонов. Они изготавливались частными фирмами, штамповали огромными тиражами из бронзы и свободно продавались. Но встречается и с серебра. Жетоны носились на груди, на красной ленточке. Также встречается экземпляр на циклочках. Чаще всего на них изображалась женщина с развивающим фламом. Олицетворяющая свободную Россию. Революционный дух и настроение в обществе наглядно отразилось на этих жетонах. Они являлись по сути революционной пропагандой. На жетонах соображались также портреты политических деятелей и известных, прогрессивно настроенных писателей того времени – Ленин, Геренский, Толстого и другие. Их по праву можно отнести к первым знакам зарождающей советского государства. В те далекие годы этот жетон мог позволить купить любой. Давайте посмотрим сейчас, сможем ли этот жетон купить и за сколько. На просторах интернета выбор огромен, цена разная, все зависит от цвета металла и его сохранности. Разновидности этих жетонов также влияют на их стоимость, стоимость которых могут достигать до 10 тысяч рублей, ну а в среднем – полторы-две тысячи. надеюсь, вам понравилась находка с историей. И вы оцените это видео лайком и репостом. Всем спасибо и до новых встреч на обзоре следующей моей находки с историей. Всем пока! Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! 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 Ну, такой, как бы, я встречаю, ну, как бы, впервые на живую. Вот такой вот знак. Следом. Так, дальше у него была двадцатка, 23-й год. Рософосеровская – это сегодня, ну, одна из крупных серебрушек. Так что, ребята, два пятака, 26-го. 26-го? Да, обои. Так, не знаю, цены и нет, но обои 26-й. Будем, а у меня уже их три, еще один, который вот до этого здесь. То есть, три, двадцать шестого. Три, двадцать шестого и двушка. Надо будет в каталоге посмотреть. Вот, двадцать шестой двушка. Ну, нужно двадцать седьмой, Дэйн! Ну, нужно. Двадцать седьмой надо, ищите, блин. Будем сейчас искать дальше. Или, вон, 10-15, сорок второго ищите, блин. У вас как-то? Ладно, пойдем дальше. У Михалыча, ребята, там пятачок интересный. Я просто хочу озвучить сцену данного пятачка. Тридцать восьмой год пятачок. Но, к сожалению, с болячками, болячки будут в кратере. Да, Михалыч? Угу. Угу. А хотя, смотри, я одну болячку оторвал, видишь? Да. Не особо там, не особо. Держи. Михалыч, а что ты там бросил, Михалыч? Засыпешь, Снеркин. Смотрите, Михалыч, пока я там гулял, снимал на охотке, Михалыч тут, смотрите, нашибал еще кучу советов. Офигеть. Ладно, мне надо ковырять. Ребят, продолжаем втроем ковыряться. У Михалыча, у меня, у Михалыча, у меня. У Женьки не густо, зато у него засыпка классная. Ха-ха-ха. Ребята, вот у меня выпала монета пять копеек, тридцать шестой год. Сохранчик не знаю, как получится после чистки, но нестандартно, тридцать шестой. Пойдет. Так, у Женьки там. Говоришь, что монетный сигнал. О, петра, наконец, не проволока. Я даже не могу, бля, проволоку вообще достал тут. Да, ребят, пятачок, саханчик на троечку. Год тридцать второй. Тридцать второй год, пятачок. Ну, как-то так. Пойдет. Пойдет. Пойдем. Итак, ребят, вот в этом лесочке, ну, кусты, фундамент выдохся, и я в поисках нового. Здесь вот, якобы, вот такая вот дымовая яма. Замочек вон висит. Откопал верховой. И вот она монетка. Что за монета? Давайте посмотрим. Это Советский Союз. Двадцать копеек. Двадцать копеек. Пятьдесят. Пятьдесят какой-то год. Ну, верховая находка. Пятьдесят седьмой, да? Пятьдесят седьмой. Ну, пойдет, пойдет. Полазим сейчас здесь по верхам, посмотрим. Вроде как засыпка в этой деревне отвратительная. Ее, грубо говоря, ну, нету практически, нету. Так что не буду искать засыпка, а просто верховые буду смотреть. Ребята, находка у меня выскочила. И, знаете, такой маленький я как бы впервые нахожу. Маленький, маленький колокольчик. Причем колокольчик довольно-таки несовременный. Прикольно, прикольно. Сейчас я позвоню у него. Ребят, продолжается, но уже шурф у нас ночной, при свете фонарей. Были советы, но не снимал. Вот, веселого. У нас двушка. Скорее всего, тридцать девятый, наверное, или сорок девятый. Вот. Но я бы не снимал, если бы одновременно у нас не вышло вот это. Здесь у меня пятачок, ребята. Тридцать какой-то год. Не, не вижу. А, пятьдесят третий. Ребят, пятьдесят третий. Советики идут. Да, идут, идут. Нам вот Илюха присоединился. С дальнего кордона пришел. Мы копаем прямо, прямо около базы, ребята. А вот еще один. Где? Нет там больше ничего. В связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео. Выписать. Заранее спасибо. Ребят, Илюха там советского дергает пару подряд прям. А у меня сигнальчик был, и это приятный сигнальчик, ребят, тем, что это пуговка. Пуговка не советская, как странно, а орляночка. Пуговка орлянка, и это уже приятный результат. На этом фундаменте как бы все советы. Самая старая здесь была, что, 23 серебрушка у пацанов, 24 копеечка. Вот, и вот орляночка пойдет, пойдет, пойдет. Там ветер вдали, в кустах, Михалыч маячит. У меня там советы куча была, куча. Тоже на старом фундаменте просто подрезал стенки. Да, вы встали на мое место, блин, и ковыряете. Меня выгнали, меня выгнали. Снова меня выгнали с моего места. Что-то блестит. Блестит, но это, ребята, очередной какалик. Какой какалик? Да вообще, смотри. Да какая грязная, она убитая вообще. Да, ребята. Советский Союз, пятнашечка. Мы должны определить год, чего невозможно. Ну, обалденный Биллон. Биллон. Просто-напросто идет он куда-то, наверное, на лом. На лом, на лом, на лом. Ребята, у нас ночной шурф продолжается, но шурфят у нас только двое. Женек ненасытный и веселый. Остальные сопереживают. Веселый только что приехал с рыбалки, как говорится. Скоро опять на нее поедешь. Да? Скоро? Ну, видимо, да. Я вот не знаю. Второй сигнал. Вот такая вот находка. У Жени отыскалась зачетная. По размеру это, я предполагаю, что школьная. Да, это ша. Вот, с обратной стороны, видите, вдавленная. Это ша школьная. Это начало, наверное, где-то начало советской эпохи. Даже можно сказать, что конец царизма, ребята. Вот, но зачетная. Хорошо, что это именно ша. А то могла быть еще пионерская просто звезда. А это прям зачет. Зачетная. Ну, ладно. Посмотрим, что еще здесь даст. Итак, ребята. На этом сегодня, пожалуй, закончится видео. Именно тем, что я отправляюсь на боковую. А пацаны еще копают. Вот. Я, Михалыч, на боковую. Дэн тоже на боковую. Остальная кучка копает. Фундамент дает монеты, монеты, монеты. Куча монет уже, советские, правда. Накопали в общей сложности около... Да не около, а 300, может чуть побольше монет. Так что завтра будем продолжать шурфить. Может быть, даже завтра переедем на другую деревушку, более старинную. Вот здесь как бы вот банально всего-навсего выпало два царя. Несколько копеек 24-го года. А в основном все советы. Если кому интересно, какое количество мы накопали за эту экспедицию, то смотрите вторую часть. Сделаю полный обзор того, чего мы накопали. Еще раз повторюсь, уже, ребята, уже за сутки мы накопали больше 300 монет. Так что приятного просмотра второй части. Ну а сейчас, ребята, все. Я сдался, накопался и спать. Пока. Итак, ребята, доброе утро. В принципе, ночь пережили нормально. Было тепло, классно. Машины даже никто не заводил. Правда, все смотались от нашего огня. Здесь пионерский костер такой был. А рядом сушняк. И все свалили. В общем, проснулись. Некоторые прям сразу на шурф, в бой. Подняли одну монетку. Ничего страшного. Вот сейчас у нас дилемма. То ли переехать на новое местечко, либо пойти все-таки взрывать новые фундаменты. Все в сборе. Все, в принципе, вот сидят. Не буду веселого показывать. Он какой-то опухший. Все в сборе около костра. Кто у нас похмеляется. Есть такие люди, которые похмеляются с утра пораньше. Кто-то кофеек, чаек. Ну, кто там кое-что еще расслабляется. В общем, ребят, все. Погнали. Новые фундаменты, новые находки. В бой, да? Вы все? В бой готовы? А то. А то. Погнали. Итак, ребята. Начинается утро с находок. Шурф отвратительный. Засыпки нету у Сереги. Ну-ка давай, 42-й Сережа. Вот такие отвратительные пузырьки попадаются. Отвратительные пузырьки. Отвратительные пузырьки. 40, 49-й. 10 копеек. Где же? И одновременно и у меня тоже выпало, ребята. И, как ни странно, это тоже, походу, 10 копеек. У меня 50-й. У Сереги 49-й. У меня 50-й. Утро начинается с советских монет. Что тогда ожидать? Советские монеты. Пацаны уехали за рыбой собирать. Приедут, посмотрим, что они там нарыбачили-то вчера. Серега там что-то трет. Какой не пойму, щедовичок. Ну, щедовичок бодренький, 10 копеек. 30, 33-й, походу. Вот такой вот бодренький. Пойдет. Пойдет. А вот, ребята, и рыбаки едут. Копаем. Хорош там яму. Ну, что, как успехи? Отличные успехи. Показывает тебя там, где там. Вкусняхи. Все, никто не утонул? Кадр. Кадр? Кадр. Охренеть, ребята, смотрите. Твою дивизию. Это на горох? Горох только рыбой. Ничего себе. У нас местный город очень любит горох. Ты рыба? Это рыба или что это? Это сон? Я. Город зеркальный. Офигеть. Я в магазинах даже такие не видел. Чистить мило делаю. Чешуйки нету. Офигеть. Жена, смотри, какая рыба. Ты видала такое? Ребят, фунт решили продолжить. О, это сегодня одна из самых приятных находок. Двадцать копеек, двадцать третий год. Сохран будет хороший. Вот это хороший будет сохран. Родички маленькие. Свет. Нормальный, нормальный. Хороший. Зазвенел я услышал. Даже как упал. Ну вот. Первая находка. Серебро. А у нас первые находки шняги всякие. Ребят, на этом фунде красивые звонкие сигналы. Редкость. Вот и сейчас тоже Макс вытащил вот такой цветной красивый сигнальчик. Смотрите, как аккуратно он корешочек обрубил. Прямо пару миллиметров и все. Наперсток бы подустал бы, да. Вот матушка природы как прорастает. Прикольно. Наперсток без донышка. Были такие, ребята. Были. Это целый наперсток. Крепкий. Крепкий. Я думаю, лучше его взять. Хороший наперсток. Ладно. Продолжаем. Шурф уже поддыхается. Вот этот пятачок остался. И на этом все. И так, ребят. У пацанов они шурфят немного по времени. И у них вырабатывается профессиональная чуйка. Вчера они ковыряли здесь. Подняли катин пятак. Советы плюнули. И вот сегодня вернулись. Ну и знаете, что там? Смотрите, что выпало. Медаль. Медаль, ребята. А медаль очень приятная. Очень приятная. Тем, что она не частая. Я уже не помню сколько-то. По-моему, 30 лет советской армии. 20. 20 даже. О, да это вообще огонь. Это вообще огонь, ребята. Смотрите. Там как будто с одной стороны Сталин-Ленин друг за другом. Сталин-Ленин, да. Да, 20 лет советской армии. Офигеть. 20 лет советской армии. Это значит 38-й год, ребята. Медаль 38-го года. Это, блин, блин, это, ребята, до Второй мировой. Офигеть. Вот это награда. Вот это чудо. Награда маленького размера. Видишь? Вторая медаль, ребята. Вторая медаль за эту экспедицию. Зачет. Зачет. Всю информацию приложу. Приятного просмотра. Итак, ребята, приходит время уже прощаться. К сожалению, комрад, который с нами постоянно копает Евгений, будет удаляться. Работа, дела. Женя, что хочешь сказать про сегодняшний клоп? Да все отлично. Нормальная деревня? Отличная. А про вчерашний? Ну, царей нету даже. Ну, есть, почему нет? Есть. У меня нет, у тебя же есть. Ну, есть царьки, но не особо. В общем, Женя, пошли к твоим находкам, которые он нам сейчас покажет, расскажет, что его порадовало именно из находок. Получилось, я посчитал 45 монет, по-моему. 45 монет. Вот. Вкусняхи у него, конечно, есть. Вкусняхи есть. Вот. Одна, одна из самых шикарных, Женя. Нет, пошли. Одна из самых шикарных находок, которые он поднял ночью. Жень, как тебе вот этот персень? Шикарно вообще. Персень, ребята, является, знаете, как бы именной, фамильной тем, что имеется герб. Фамильный герб. И это серебро. Мощное такое кольцо. Я думаю, Женька его почистить и будет с удовольствием даже носить. Буду. Будешь даже? Я уже носил. Маленькое, я не знаю, даже на мизинчик не полезет колечко, раз, колечко два. Из Вкусняхи также у него присутствует двадцатка, двадцать девятый год. Рельеф, в принципе, хороший, почистится будет бодро. Так, вот насчет этой будет немножко под вопросом. Имеется зеленка. Надеюсь, зеленка не проела серебро сильно. Раз. И еще одна, вторая советская монета, двадцать седьмой год, пятнашечка. Итого уже не получилось. Четыре серебра. Это вообще шикарно. Ну и по монетам, повторюсь, получилось сорок пять монет, ребята. Сорок пять монет. Я считаю, что неплохо. Редкие экземпляры есть же. Я просто, я просто вчера... Двадцать шестой год, ребята, вы уже знаете. Потому что сегодня, вчера мы подымали двадцать шестой год. Не знаю, редкий, дорогой, но вы точно уже знаете. Тридцать второй год тоже, но, к сожалению, он подушатанный. Подушатанный. Чистка даже повредит ему. Вот. Еще одна. Еще одна. Тридцать первый год, банально. Пятьдесят второй. Ну, трешечки, двадцатки, пятнашки. Есть монеты, которые будут после чистки шикарные. Вот, например, трешечка будет зачетной. Ну, и медные и никелевые монеты тоже все отойдут. Будут классные. А вот желтенькие будет печалька. Так, вот. Детский пистолетик, ребята. Плюс у Жени какарда была. Ой, какарда пряжечка. Школьная, ранняя. Он ее отдал Михалычу, чтобы тот ее почистил, отреставрировал. Так, а это, говорят, от ружья, да? Угу. Вот такая штукенция еще от ружья. Мне кажется, инструмент все-таки. А, да нет, это, Женя, это просто использовали от этих, какой, от типа газового ключа. И его использовали ребятишки, как пугачи, сделали пистолет. Да, да, да. Бутылочки у Жени тоже появились. Здесь не часто эти находки. Жалко, не было бутылок у нас с надписями. Но это ранние, это ранние бутылочки, ранние советы. Так что эта деревня у нас просто существовала всего-навсего одно поколение. Ну и монетки, как вы видите, советские. Вот так что Женя по делам уезжает. Женя, ладно, все, давай, пока. Давай, удачи. До новых встреч. Вот, Женька всегда приятно копать. Так что, ребята, вы его еще неоднократно увидите. А там у нас готовится на пассажок. Женька, к сожалению, время, а то бы тоже. Ладно, ребята, давайте у нас один только копает Илюха, который поднял медальку, хочет поднять еще медальки. Вот, и будем трогаться в путь-дорогу. Кстати, заедем в гости к Веселому. Там что, получится посмотреть, заснять. Вы это увидите. Да, Веселый? Кофе, да? Цензура. Цензура. Блин, тогда немало монет. Да, нормально, нормально. Ребята, мы идем на шурф к Веселому. Смотрите, сзади идет там делегация целая, блин. Я даже чистить боюсь. И мы идем, блин. Да вознесет вас Господь всех в свое время. Ребята, вот так. Ушка отломана, медаль. Медалька? Да, медалька. Ой-ой-ой, это же этот, блин, видящий око, Сереж. Да, да, да. Ну, это вот по годам. Да, ну, поломано. Жалко поломано, короче. Ну, куда делать? Даже боюсь смотреть. Не все позвонить. Да, ребят, разнесет вас Господь всех в свое время. Год, 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 год. 1904-1905 год. Макс красавица. Не успокоится никак. Я еще не добил ее. Я даже не помню, где она вылетела. А, и вот она где-то здесь у него вышла, да, Макс? Не, вот тут. Почти закончили коп, ребята. Почти мы уже пообедали, позавтракали, поужинали. Уже на парах, уже разложили свои находки. Ну, Макс, зараза, ненасытный, блин. Вышло. Вот так вот вышло. Ну, прикольно. Медальки сегодня присутствуют. Да, молодец. Три медали за этот выход, ребята. Вот. И причем у Макса с этого фундамента две. Одна была «Да здравствует революция», там вот этот. Вот. И вот это вот. Зачетное. Всевидящее око. Ну, а сейчас по традиции окунемся в историю. Происхождение этой медали. 26 января 1904 года японские корабли под командованием агнерала Того внезапно, без объявления войны, атаковали русскую эскадру на рейте Порт-Артура. Силы были не равны. Японские корабли были лучше, быстрее и больше по количеству. Скорострельность орудий японцев составляла 360 выстрелов в минуту. У наших пушкарей всего 134. Скорость японских кораблей – 18-20 узлов, а наших – 15-18. И это и сыграло решающую роль в исходе войны. Русские войска потерпели поражение. Окончание войны армейские чиновники решили отметить медалью в памяти русско-японской войны. Медалью Русской империи для награждения военных, участвовавших в русско-японской войне, а также для награждения медицинских работников и священников, состоящих на службе, штатских лиц, отличивших военных действиях. Эта медаль была учреждена 21 января 1906 года по указу императора Николая II. Медаль имела три основных варианта. Изготавливалась из разных новометаллов – из серебра, бронзы и темной бронзы. Медалью из разных металлов вручались разные категории награждаемых. Серебряный вариант предназначен для награждения защитников Квантонского полуострова и Порт-Артура. Награждены были все лица, участвующие в данных военных событиях, в том числе даже жители Порт-Артура, участвовавшие в ее защите. Вариант медали из светлой бронзы полагался всем военным и морякам, независимо от звания и должности, в том числе добровольцы, которые побывали хотя бы в одном сражении против врага – на суше или на море. Медалью из темной бронзы были вручены военным, не принимавшие прямого участия в боях, но состоящие на службе в действующих армиях, находившихся до ратификации мирного договора на Дальнем Востоке и вдоль Транссибирской магистрали и Самаро-Златоузской железной дороги. Очекание на 45 тысяч серебряных, 700 тысяч светлой бронзы и 750 тысяч темно-бронзовой медали. Диаметр 28 мм. На лицевой стороне медали изображено всевидящее око, окруженное лучами. В нижней части вдоль бортика надпись 1904-1905. На оборотной стороне горизонтальная надпись. Надпись славянским шрифтом в пять строк. «Да вознесет вас Господь в свое время». На этом и все. Теперь вы знаете об этой медали. А сейчас возвращаемся на коп. Приятного вам просмотра. Неплохо. Ждем пацанов. Там пацаны тоже шуруп где-то ковыряют, слышите? Так что скоро будем заканчивать. И вы будете в шоке от того количества, сколько мы накопали. Вообще бомба в выход. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребята решили немножко это, посидеть, отдохнуть. После шурфов. Шурфы мы как бы забросили. Закончили кое-кто. Здесь у нас Дэн. Что это называется? Шулюм. С говядиной. Шулюм? Да, шулюм. Картошка с говядиной, да. Блюд какое-то ваше. Да. Мы всегда так его называем. Шулюм? Да. Обжариваешь мясо, лучок, морковку, добавляешь родниковой воды, потом туда картошечки и специи. Ну это, ребята, куда лучше, чем Доширак, да? Да. Попробуем. Вот там вон, смотрите, видите, делегация, дискуссия производится. Смотрит находки, которые Женька поднял за сезон. Сохран какой. Тьфу! Пятерка. Пятерка двадцать четвертого, блин. Ну вот, давайте я вам покажу Женькины вкусняхи. Вот такая створка. Где медаль? Немножко, а? А, это что ли, а? А, это что ли, а? А, это что ли, а? А, это что ли? Супер вещь. Супер вещь. Супер вещь. Ну, не знаю. Саш, понимаешь, сейчас будет обмен. Какой обмен? Чего обмен? Какой обмен? Вот такой, а чё? Чему бы нет? Вон там, ребята. Мне не жалко двадцатый билон. Вкусняха. А я хочу вот на двадцатку на серебрюшку поменять. И так вот это. Мне дарит, а я как. Ребята, смотрите, что здесь есть. Смотрите. Чё не давать надо. Накупилончик, смотрите какой. Как ты думаешь? Всё, что на двух почистил. Вообще бомба. Ребята, бомба вообще не купила. Будет реставрироваться. Вообще класс эмаль, вообще зачёт. И вот, смотрите. Вот он две подряд подал на импортный. Обратите внимание, это двушка. Легко. Двадцать пятый год. Она только мылилась в мыле щёткой. Её нужно, конечно, привести в порядок. Такая монета стоит от семидесяти пяти тысяч. Так, Михалыч убирает обратно в пакете. Так, ну короче, Женька привёз тут свои. Я не знаю, его походу жена выселила со своими находками. И он их решил сюда переволочь. Ага, гвардия. Вот крестик зачётный. Что-то пятак знакомый, а? Серый. А вот серый. Пятак что-то знакомый. Серёга. Неплохая, да? Да, да. С розыгрыша. С розыгрыша. С розыгрыша даже? Да, когда мы познакомились. Это ребята через кота в мешке. Женёк в своё время выиграл. Я таких разыграл. Екатериновский пик-тап. Помнишь, поднял? Но она вогнутая была. А что у тебя здесь? Да здесь маленько, но начко складывать и так и не схожу. Так, двадцать пятый. Ну, и теперь да, это тоже так фигно. Ага. Ну, просто трёшку мата стоит. Да. Ну, чего здесь ещё вкусно? Ну, всякие. Баба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-баба. Такая… Так, медаль, помните, мы её откопали. Ну, тут вот, как бы такое... Женя, а что-то у тебя мало монет вообще, Жень? Это всё, всё… Жень, что-то ты за год малым накопал, Жень. Вот Женя барахольчик тащит всякую лабуду. Ну, блин, печалька, печалька, вот как у тебя здорово, у тебя тут павлики, ну зря вот так, Жень, хранишь, а не видишь, вот-вот, вот видишь, это не ты ее саданул, а они между собой трутся, и, смотри, видишь, потерты, зря ты так хранишь, но копатель есть копатель, не коллекционер, да, крест внушает, так внушает. Ну, короче, как-то так, ребята, что это, штурвальчик, штурвальчик, пробу серебро, да нет, хотя я не знаю, вроде медленно, я думал, они обычно серебряные, вот это серебряные, наверное, смотрите, от серебряных, патина, вот это серебряные, какой-то нестандартный, да, нестандартный крестик, ушко, смотри, видишь, какое, может серебро, что-то патина, видишь, какая, Пойдет, ладно, пошли к столу Итак, ребята, на этом я буду, наверное, заканчивать последним сюжетом, где подняли медаль, вот, может быть, сейчас еще задержимся, потому что пацаны нарвались там на фундамент, где прям сходу из десяток монет подняли, в общем, день оказался классным, экспедиция состоялась зачетная, пацаны встретили нас классно, в общем, наелись, напились, нарыбачились, вот, и, пацаны, смотрите, все пацаны делают селфи, ребята, Потому что есть с чем действительно сделать селфи, тем, что монет получилось огромное количество, день советов, огромное получилось количество, сейчас я вам все это проеду, вон, смотрите, даже селфи какой, это Сережа один накопал, да, Сережа? Никто не влез в кадр Ну, а по монетам, ребят, ну, а по монетам, блядь, да что у меня с языком, блядь, надо смочить гулу, прям язык отстал Итак, ребята, а по монетам получилось у нас неплохо, коп состоялся, вот, смотрите, на капоте разложили, Михалыч вот в тазике носит свои монеты, вот, ну, у нас немножко поскромнее, чем с Михалычем У Михалыча получилось, мы написали общее количество, вот, на машине, вот, видите, общее количество Это у нас, это Макс, это Женек, это я, Серега, Илюха, Дэн и мы кто? А, это Михалыч, а это, а это кто мы? А, это Макс, это Макс Вот, по монетам, ребята, получилось вот так вот Все озвучивать не буду, здесь есть редкие дорогие пятаки, вот, редкие дорогие пятачки Ну, в основном все монеты советские, но взвод огромнейший Общая сумма данных находок составляет 309 монет 309, ребят, просто колоссально И шурфанули, сколько получилось, 3, наверное, 4 фундамента На всем конкретно останавливать свой взор не буду Отложил я только вкусняшки Вкусняшки, ребята, цари, это естественно, потому что здесь деревня просуществовала всего-навсего одно поколение И это вот Александр II, 1859 год, копеечка бодрая Серебра сегодня возобилие, двадцатка, десятка, вот царская 1905 год, это, наверное, единственное царское серебро Вот такая вкусняха Это Михалыча выскочила, пять марок Год Михалыч какой? Тридцать четвертый Затем на пассажок у него выскочила вот такая вот Мы такой вообще впервые видим Не знаю, найду ли я такую информацию Индия что ли, или что это такое Пишем в комментарии, если кто разбирается Дальше, еще одна медная 24-й, две двадцатки 25-й, 29-й Вот такая интересная, ребята, находка Почистили, и здесь надпись Дарю Что-то в свое время кому-то чего-то подарили И это может быть накладочка от шкатулки Стекляшечка интересная Я вам показывал ее Мы как поугарали немножко Братья на одну бутылку Прикольно Ну это уксус, ребята Дальше По вкусняхам что было Конечно же у нас веселый отличился тем, что Откопал А, нет, не все Это Илюха Илья Вот такую медаль Это одна из первых медалей Которая выдавалась Юбилейная, ребята Это 20 лет Советской Армии Многие хотят такую медальку в коллекцию Так как она нечастая, ребята Не частая Дальше Серебрушка была у Илюхи Ну и, конечно, он всех объегорил Непосредственно царизмом Вот такая крупная Екатериновская Очень в хорошем сохране Поехали дальше По вкусняхам Очень интересный крестик Очень интересный крестик Потому что я как впервые Такой вижу Штамповочка Но она оригинальная Серебрушка Тоже у Камрада У Сереги Следующий немножко поинтересней Интересней чем Двадцатка РСФСР Двадцатка РСФСР Сережки даже Макс говорит Я ее сегодня Одину на жену Не знаю только куда Затем Двадцать четвертый год Копеечка Второй Второе поколение Пионерского значка В бодром сохране, ребята В бодром Затем Женя Максу подарил Вот такой пятак Шикарнейший сохран Шикарнейший Прям классный Ну и две вкусняхи Это в первый день Зачетная медалька Вообще зачетная Это первая находка медалька И вторая на посошок Последняя На этом мы и закончили копать Вот такая Я предполагаю Я уж честно говоря По истории не волоку Но это по-моему Японская война Японская война Вот такая вот зачетная Белый металл проглядся Не знаю Может разновидность Может посеребрение Что-то в этом роде Так Что было дальше Еще из интересного Ну Вот такой вот колокольчик Приятный Вот такая пуговка Орляночка Я ее рассмотрел Затем Третий рейх Пять фенингов Сохранчик тоже неплохой 10 копеек 23 Еще одна царская монетка 1812 год Неплохая Копейка 24 Дальше 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 Из вкусного Ребята Это конечно же Вот такой вот перстень Вообще приятный Серебряный Между прочим Тяжелый Такой Эпоха Советская После царизма Достаточно бодрая Все петли на месте Это у нас пряжка Школьника Историю я вам показывал Так что теперь вы про нее Все знаете Вот такая беда Тоже Отголоски Советского Союза Ленин Сталин Это у нас от набора Настольного По вкусняхам здесь тоже Три Три билончика Ну Вот так вот ребята Получилось На нашу команду Сколько нас человек Ребят копало Шесть Семь Вот такая классная Коллекция монет Ну и вот вся Наша компания Наша бригада Пацаны Передавайте всем привет Кто вас смотрит Ну на этом ребята И все Всем пока До новых встреч Ну а на обратной дороге Заедем в гости К начинающему комраду К веселому Посмотрим что он накопал Как начинающий Но об этом В третьей части В рубрике В гостях у комрада Не пропускаем мои новые выпуски Проставляем лайк И прожимаем колокольчик Приятного вам просмотра Я вот считаю Что вот за год Это единственная вкусняха И этой вкусняхи У меня За 9 лет коп И тут Ну за водку Не есть Ладно Были мы в гостях У комрада У Макса Макс Миссион Его прозвали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok